Уважаемые гости, компания Кутерлайн рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Сегодняшняя наша тема это 1С ERP управления холдингом и собственно нас будет интересовать тема начисления резервов и оценочных обязательств. Наши контакты вы видите на экране, наш электронный адрес, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести нашу встречу буду я, консультант-аналитик Галина Гардашева. И собственно говоря, если вам по какой-то причине оказалось неудобным время проведения или вы не смогли досмотреть до конца нашу встречу, то можно чуть-чуть попозже вернуться на сайт и мы выкладываем записи наших вебинаров и соответственно вы можете посмотреть в удобное для вас время чашечкой кофе. Итак, на самом деле какая будет у нас сегодня программа? Мы с вами сегодня поговорим про начисление резервов, то есть то, что регулируется в ФСБУ 5-2019, то есть уже не слишком новое, так сказать, положение нормативное, не прямо вот как пирожки с печки, но тем не менее оно по-прежнему вызывает у некоторых затруднения и мы сегодня немножко им уделим времени. Ну естественно, про настройку правил начисления резервов поговорим и про движение резервов. Еще мы затронем централизованное казначейство холдинга, поскольку у нас сегодня мы будем смотреть на примере 1С ERP управления холдингом и в общем-то централизованное казначейство это очень интересный инструмент, если можно так выразиться, который в управлении холдингом как раз таки, ну не основная изюминка, но очень важную роль играет. Ну соответственно, если успеем, затронем управление ликвидностью и валютный контроль, поскольку это казначейство у нас присутствует, и учет предстоящих расходов. Как вы видите, у нас очень насыщенная программа, поэтому придется в сжатом темпе. Как будет происходить наша встреча? Мы с вами будем нормативно, так сказать, часть смотреть по слайдам и потом переключаться вот таким вот образом на конфигурацию, на демо-базу и на демо-базе уже смотреть какие-то конкретные моменты, про которые мы поговорили теоретически. Так, чуть-чуть подвинемся вот так. Значит, снова возвращаемся к нашим слайдикам и начнем немного с теоретической, так сказать, части, что такое вообще резервы, ну то есть с чем мы имеем дело. На самом деле про резервы говорить много можно, но резервы это для того, чтобы мы могли отражать в бухгалтерской отчетности достоверную информацию, поскольку у нас достаточно долго сохранялась ситуация, когда цена наших запасов, наших активов абсолютно не соответствовала рыночной стоимости и так далее. И, собственно, когда вводился в ФСБУ 5-19 запасов, там как раз и были отражены эти моменты и были введены новые термины. И это ФСБУ у нас обязательно для применения российскими компаниями. Исключения составляют субъекты малого бизнеса, но при этом нужно помнить, что для того, чтобы воспользоваться этим исключением, вам нужно проверить, входите ли вы в реестр субъектов малого предпринимательства, соответственно, по вашему ИННУ, проверить, если вы туда включены, и если вы соответствуете критериям, то в этом случае вы можете и не применять данное ФСБУ. Но во всех остальных случаях это обязательно. Но мы же с вами помним, что резерв под обесценение материально-производственных запасов создается только для бухгалтерского учета. В налоговом учете у нас резервы не предусмотрены. И, соответственно, нам с вами нужно проверять учетную политику, то есть что у нас указано в учетной политике для бухгалтерского учета и для налогового учета. В информационной базе, извините, перескочила. В информационной базе у нас с вами для того, чтобы учитывать резервы, нужно будет активировать функциональные опции. Находятся они у нас с вами резервы под обесценение запасов. Мы, как обычно, включаем раздел НСИИ и администрирование, настройка НСИИ и разделов, финансовый результат, учет товаров. Сейчас мы туда перейдем. Для этого я сначала покажу вот такой слайдик. Раздел НСИИ и администрирование, финансовый результат. И вот у нас здесь вот такая красивая зеленая птичка, резервы под обесценение запасов. Значит, вот у нас раздел НСИИ и администрирование, финансовый результат. Господи. Так, вот и вот он наш чек-бокс, резервы под обесценение запасов. Соответственно, когда мы поставили здесь отнеточку, то у нас появился в разделе регламентированный учет, у нас появился целый блок. Сейчас мы его посмотрим. Вот, у нас появился целый блок резервы под обесценение запасов. То есть, я напомню, это мы с вами говорим про резервы под обесценение запасов. На самом деле, резервов в ИРП, управления холдингом достаточно много. У нас с вами есть и резервы отпусков, и резервы под расходы будущих периодов. Ну, то есть, и расходов резервов достаточно много. Часть из них регулируется, активируется через учетную политику. Но мы про это сейчас подробно не будем говорить. Говорим только под обесценение запасов. Соответственно, вы видите, здесь у нас есть рабочее место, правила формирования резервов. И есть пересечение правил расчета резервов. И есть еще два отчета. Отчет справка расчет движения резервов под обесценение. И справка расчет резервов под обесценение запасов. Мы подробнее поговорим о них сегодня. Сейчас пока переключаемся снова на наши слайды. Вот, значит, этот слайд, то, что мы посмотрели сейчас только что, как активируется начисление данных резервов. И вот он блок, который у нас появляется в разделе рекламентированный учет. И, соответственно, для чего он создан. Немножко теории. То есть поддержание ведения учета у нас с вами. Согласно федеральному стандарту бухгалтерского учета. И вот для каких целей он у нас применяется. Естественно, когда у нас превышение фактической стоимостью запаса над их чистой стоимостью, то в этом случае считается, что у нас запасы обесценились. В случае обесценения запасов мы должны создать резерв и, соответственно, немножко подстраховаться. Величина обесценения признается расходом периода, в который он создан. Ну и, соответственно, величина восстановления резерва относится на уменьшение суммы расходов, которые признаются в этом же периоде. О, бля, немножко перескочила. И вот такой слайдик мне хотелось вам показать. Для того, чтобы совершенно точно по полочкам разложилось, что такое оценочные резервы и что такое оценочные обязательства. Вы видите здесь даны ссылки нормативные, которые регулируют у нас этот момент. И, соответственно, кроме того, что у нас оценочные резервы и оценочные обязательства, нужно учитывать, что, смотрим с вами вот такой слайдик, на отчетную дату у нас с вами запасы должны быть учтены по меньшей из стоимости. Соответственно, это либо фактическая себестоимость, либо чистая стоимость продажи. Работает у нас с вами для учета счет номер 14. То есть 14 счет, это у нас резервы под снижение стоимости материальных ценностей. И, соответственно, к 14 счету могут быть открыты субсчета, но это уже зависит от учетной политики. Учетную политику, как вы помните, мы тоже настраиваем через НСИ и администрирование. И сейчас немножечко отступим, так сказать, НСИ и администрирование. У нас с вами меню НСИ, пункт организации. И здесь наша с вами организация. Когда мы переходим в карточку организации, у нас с вами есть учетная политика, где мы и заполняем порядок, собственно говоря, и бухгалтерского учета, и налогового учета. Как мы уже сказали, в налоговом учете резервы не учитываются только для бухгалтерского учета. Так, это мы закроем сейчас пока. Снова возвращаемся к слайдикам. И, значит, здесь мы с вами сейчас будем рассматривать сам вот этот блок, который у нас появился после активации. Собственно говоря, это есть правило. Вот такой слайдик посмотрим. Правило формирования резервов. Так, соответственно, если мы возвращаемся к нашей демо-версии. Так, у нас вот он с вами блок, про который мы говорим. И, соответственно, правило формирования резервов. Соответственно, если мы заходим сюда, то видим вот такую картинку. И кнопочку создать. По кнопочке создать у нас сформируется само правило. Как вы видите, у меня создано правило, которое я назвала тест. Если мы сюда заходим, наименование, это текстовое наименование выводится так, чтобы вам было понятно. То есть наименование должно соответствовать, так сказать, своему назначению. И мы выбираем организацию из списка наших юридических лиц. И выбираем вид цены. В моем случае это цена дистрибьюторская. Но, естественно, вы выбираете, допустим, вот так вот сделаем. Вы выбираете то, что соответствует вашим бизнес-процессам. Если у вас нету подходящей, не установлена подходящая цена, мы создаем через кнопку создать нужную цену. И обратите внимание, что это уже немножко другой раздел. То есть здесь мы заполняем всю информацию. И потом с этой ценой уже производим всякие операции. Я выбираю на данный момент дистрибьюторскую. Для того, чтобы выбрать, нажимаю вот эту кнопку. И здесь у меня устанавливается цена, которую я выбрала. Я могу задать период. Если не задаю конец периода, то, соответственно, она без ограничений действия по срокам будет. А если какие-то конкретные сроки задам, то в этом случае у меня правило формирования резервов, соответственно, будет действовать на указанный период. Обратите внимание, здесь еще есть у нас с вами поле приоритет. То есть в приоритете я могу установить важность. И, соответственно, если у меня возникли вопросы, что это такое, то я могу вызвать справку и, соответственно, посмотреть, для чего у меня приоритет. Приоритет номер один – это, ну, то есть все пропало, побежали. Это первая очередь. И, собственно говоря, данные для этого, для приоритета мы можем выбирать и другие варианты. То есть второй, третий приоритет и так далее. И справочку мы пока уберем. То есть у нас, мы помним, что справочка нам доступна вот по такой пиктограммке. И есть кнопочка «Еще». И здесь тоже есть справка. Чем они отличаются? Ничем. Практически это одна и та же справка в данном случае. И для задания правила мы с вами должны отметить, что это для бухгалтерского учета или для управленческого учета. То есть, как мы помним, для бухгалтерского учета мы однозначно должны поставить отметку. А вот для управленческого учета будем мы учитывать в управленческом учете резервы или не будем. Это вот регулирует данная галочка. Ответственный у нас ставится по умолчанию текущий пользователь. То есть я зашла под пользователем Орлов Александра Владимирович. Соответственно, он у меня подставляется автоматически как ответственный. Но я могу и изменить, то есть указать, что это была не я, а, например, Иванов Иван Иванович. То есть выбрать того пользователя, который, например, по административным каким-то документам является ответственным за данный участок. То есть скрыть следы своего присутствия и сказать, что это не я, это враги и так далее. Ну, я, естественно, немножко отрежусь для того, чтобы лучше запоминалось. Здесь есть еще поле отбор. Отбор не установлен. Это на данный момент в правилах я не предусмотрела, но могу себе позволить покапризничать. То есть могу выбрать конкретно, что у меня будет отбираться, например, по виду номенклатуры. В этом случае я смотрю, что мне требуется для номенклатуры отобрать и задаю, соответственно, какие-то данные. Например, что дезерфт я создаю для номенклатуры. Ну, собственно говоря, номенклатуру я выбираю любую. Ну, например, для товара непродовольственной группы какая-то конкретная. Ну, неважно, в этом случае, естественно, вы выбираете уже по своим бизнес-процессам и согласно вашей специфике. Ну, вот таким образом мы с вами создали правило. Так, и я его сохраняю. Оно у меня уже создано, поэтому я не буду сохранять. Нет, не надо. Оно у нас уже есть. То есть таких правил может быть у нас несколько для разных случаев. И мы сейчас с вами вернемся снова в наши слайды. Вот это этот интерфейс, где мы с вами только что были. По кнопочке создать у нас вот открывается окошко для заполнения. Следующим этапом, то есть мы с вами сформировали правило. И, соответственно, у нас возникает следующий шаг, который требуется выполнить. Значит, первый шаг, как мы помним, это настройки. То есть мы активировали функциональную опцию. Дальше мы с вами посмотрели, что у нас счета. То есть настроили необходимые счета ГФУ. То есть к 14 счету мы, допустим, создали субсчета, если это требуется. И после этого мы создали правило. Третьим шагом мы с вами передвигаемся к рабочему месту закрытия месяца. Закрытие месяца, это у нас с вами живет управление холдингом. Это у нас финансовый результат и контролинг. То есть так же, как и в обычном ERP, закрытие месяца, это рабочее место. И в этом рабочем месте мы выполняем закрытие месяца. Ну вот у меня сейчас оно сформировано. И, как вы видите, формирование резервов под обесценение запасов. У нас с вами регламентная операция закрытия месяца формирует создание резервов под обесценение по правилам, которые мы с вами только что создали. Значит, соответственно, мы можем посмотреть поподробнее, сформировать. Вот если мы переходим по ссылке подробнее, то здесь у нас отражается, создается документ создания резерва. И здесь мы сможем с вами его посмотреть. У меня сейчас его нет, потому что он не создан на самом деле. Не создан, потому что у меня не заполнены правила, не заполнены основные, так сказать, вещи. Но мы с вами переключаемся снова на наши слайды. И вот видим, что запущена регламентная операция закрытия месяца. И именно резерв формируется у нас регламентной операцией. Что у нас с вами есть еще для начисления резервов? Сейчас мы с вами вот такой слайдик посмотрим. У нас есть два вида справки. Сейчас я переключусь сюда. И мы с вами смотрим. Вот у нас есть справка расчет движения резервов под обесценение. И справка расчет самих резервов под обесценение. И одна и другая справка. Сейчас мы про них поговорим подробнее. Можем, собственно говоря, перейти по ссылке. И попадем в формирование справки. Но сначала я хочу показать вам слайдик вот такой. То есть справка расчет движения резервов. Ну, если говорить, на какие вопросы отвечают, то на то, каким образом сформировался остаток резерва на начало расчета. И каким образом перемещался или списывался сформированный резерв. Это отражается у нас в справке расчете движения. А вторая справка. Справка расчет резервов под обесценение запасов. Нам, соответственно, доступна тоже в регламентированном учете. В разделе регламентированный учет. И, собственно говоря, она отображает структуру расчета резерва в текущем периоде. И отвечает на один вопрос, как нам... Отвечает на один вопрос, каким образом был произведен сам расчет. То есть, собственно, что мы считали в выбранном периоде. Это тоже раздел регламентированный учет. Мы с вами только что это дело посмотрели. И теперь, когда мы переходим конкретно к контролю правил, то у нас с вами доступен еще один вид отчетов. Значит, если мы с вами... Сейчас переключимся снова на демо-базу. Регламентированный учет. И справка расчет резервов. И вот они эти справки, две, под которые мы говорили. Например, вот... Ну, поскольку у меня данных нету, то мы можем посмотреть сейчас только на шапку. Таким образом. И посмотреть... Сейчас еще один момент интересный. Регламентированный учет. У нас с вами есть разные виды отчетов. То есть, дополнительные отчеты. Ну и, соответственно, как вы видите, достаточно много отчетов по налогу на прибыль. То, что нас, в общем-то, интересует в дополнительных отчетах. Мы с вами можем настроить дополнительные отчеты, которые нам будут нужны. Так. И сейчас мы снова перейдем к отчету, который у меня в качестве слайдика. Мы посмотрим. Значит, контроль пересечения правил формирования резервов. На самом деле, это у нас формируется при выборе варианта формирования. И в этом случае вариант формирования, вот это поле, у нас доступен выбор. Выводить все, все пересечения и только конфликты. Значит, если мы выбираем выводить все, то мы будем видеть все правила формирования резервов. Если только пересечения, то, вот, соответственно, рисунок сейчас мы посмотрим. И если только конфликты, то в нашем отчете будут отражаться только конфликты. Сейчас я покажу вот такой слайдик. Он, в общем-то, иллюстрирует, когда у нас могут пересекаться правила. И, соответственно, что мы выбираем в этом случае при формировании отчета. Но это мы с вами поговорили про формирование резервов под обесценение и резервов, которые у нас связаны с 25-м ФСБУ. Ну, в смысле, 5-м 2019. Другие виды резервов, как мы уже говорили, и в управлении холдингом, и в просто ERP, у нас с вами связаны, например, с оплатой труда или с резервами под сомнительные долги. Ну, то есть, как я уже говорила в начале, резервов у нас достаточно много, с которыми мы можем работать. И, естественно, все, что у нас в учетной политике, какие резервы предусмотрены, мы можем начислять. Наиболее часто встречаются это резервы по отпускам, по зарплате. Соответственно, начисление происходит через раздел НСИ и администрирование. То есть, если мы стали говорить про резервы под начисление отпусков, то это у нас вот НСИ и администрирование. И в этом случае мы выбираем раздел расчеты заработной платы и использовать резервы по оплате труда. Значит, мы с вами это делаем вот таким образом. НСИ и администрирование. Выбираем зарплата и оплата, расчет заработной платы и выбираем настройки. Вот он наш чекбокс, который мы проставляем точно так же, как проставляли чекбокс при активации опции по начислению оценочных резервов. Значит, мы ставим отметку, что у нас действует этот резерв. И дальше уже начисление резерва тоже по аналогии алгоритм примерно одинаковый. Значит, здесь у нас с вами сейчас мы смотрим картинку, слайдик. Значит, почему у нас важно, нет, не так сказала, собственно говоря, начисление резервов у нас с вами будет играть в ERP Ухан большую роль при составлении платежного календаря. Платежный календарь вот мы с вами сейчас видим, это у нас отдельный блок, он входит в подменю казначейства, подраздел казначейства. И, как вы видите, тоже настройки. Здесь у нас достаточно много настройков. Вот он у нас с вами платежный календарь. Естественно, если мы с вами говорим про начисление резервов, то платежный календарь отражает и график начисления всяких задолженностей, и график, допустим, работа с валютными средствами, с претензиями, с кредитами, ну, то есть, короче говоря, со всеми движениями денежных средств, в том числе и резервами на оплату отпусков, и, соответственно, платежный календарь у нас с вами через раздел казначейства. Раздел казначейства у нас с вами вот он немного другое другое расположение, не такое, как в ERP, то есть, здесь у нас вот раздел МЦИ администрирования, а вот он с вами раздел казначейства. И раздел казначейства содержит платежный календарь, ну, и, соответственно, гораздо более широко представлены возможности работы с ценными бумагами, разные векселя, аккредитивы, ценные бумаги, депозиты, цифи. То есть, соответственно, если мы работаем, например, с резервом по сомнительным долгам, то как раз таки вопрос сомнительности долга у нас затрагивает механизм цессии, то есть, мы переуступаем долг, если считаем его сомнительным, но может быть какой-то своей организации или специализированной, которая, допустим, на этом специализируется. еще один момент, который тоже часто достаточно встречается, это валютный контроль, и, как вы помните, у нас в 22-м году изменялись правила работы с валютным контролем, то есть, у нас справки о подтверждающих документах о валютных операциях в этой конфигурации, то есть, в управлении холдингом доступны для формирования в самой конфигурации. Сейчас снова вернемся с вами к нашим картинкам, и, соответственно, вот на этом слайдике увлеклась, перетащила вместо того, чтобы показать. На этом слайдике мы с вами видим блок договора и ценной бумаги, то есть, работы с договорами, который позволяет ввести блок казначейства, и немножко ниже, вот он у нас с вами валютный контроль, и сам блок казначейства, вот сейчас такую схемку покажу, потому что, к сожалению, лезть в сам платежный календарь у нас не будет возможности. то есть, мы с вами видим договора, то есть, отдельный слой планирования, то есть, планирование по основании графиков, которые в договорах, и, соответственно, источники данных, откуда берутся значения, то есть, вот эта картинка достаточно наглядно иллюстрирует принцип работы казначейства, то есть, мы учитываем, можем создавать вот таким образом, видите, здесь у нас отметочки по конкретным платежным дням, то есть, мы отмечаем платежные дни, например, если у нас создается резерв отпусков, то мы можем, например, оплату отпусков выводить на отдельный день, и, собственно говоря, вот формирование документов, которые нам доступны в платежном календаре, то есть, оплату, оплату созданных резервов и оплату на основании договоров, точнее, графиков оплат по договорам. И вот, сейчас такую посмотрим с вами картинку. Это у нас картинка, которая иллюстрирует, что нам в разделе как начисто доступны операционные планы, то есть, мы можем составлять на основании договоров, на основании управления договоров и графиков оплат, мы можем составлять операционные планы. И на самом деле, этот механизм позволяет нам, есть очень интересный способ, точнее, не способ, есть очень интересный момент при работе с валютными операциями, например, мы можем включать оповещения и эти оповещения достаточно достаточно страхуют, так сказать, от пропуска сроков, сроков предоставления документов, справок о подтверждающих документах и так далее. Сейчас мы с вами сюда перейдем. Значит, тут валютный контроль, как у нас видите, справки о подтверждающих документах и о валютных операциях. То есть сведения о валютных операциях вы не сможете перевести валютный перевод, если вы не заполните эту справку, а в справке о подтверждающих документах у нас, к сожалению, достаточно имеют четкий срок, когда они должны быть представлены, и нарушение этих сроков грозит передачей финансового мониторинга и начислением штрафных санкций, достаточно ощутительных, то есть от 40 тысяч, и чтобы у нас не возникло такого момента, то есть мы заполняем в самой конфигурации справку о подтверждающих документах, и потом либо, например, с использованием Директбанка, либо с использованием обычных обменов с банком, передаем справочные эту информацию, справку, передаем валютный контроль, и для того, чтобы мы не пропустили данные сроки, у нас есть вот такой интересный механизм, то есть вот так, то есть у нас для валютных операций есть напоминаловка, то есть о том, что мы должны подать в такой-то срок документы, справки о подтверждающих документах, или подходит срок репатриации валюты, ну то есть отчеты по контролю строков. Это на самом деле очень интересный момент по подразделу казначейства, и работать с таким инструментом достаточно комфортно. Вот еще раз повторюсь, это раздел казначейства, это валютный контроль и собственно система оповещения у нас с вами очень пригодится при работе справки о подтверждающих документах. Еще мы вернемся с вами сейчас немножко назад, вот в такой момент. То есть кроме того, что когда мы работаем с резервами с резервами с разными, у нас казначейство позволяет еще следить за контролями лимитов и соответственно использовать работу с депозитами, с аккредитивами и так ну и так далее. то есть соответственно если мы здесь проставляем отметочку, то у нас с вами аккредитивы и гарантии имитированные банком тоже будут учитываться в конфигурации. сейчас мы вернемся с вами немножко к началу наших к началу нашей встречи и еще раз поговорим про по нашей программе то есть мы с вами в общем-то начинали именно с резервов и с ФСБУ которые у нас регулируют начисление резервов по запасам но как вы знаете у нас еще есть достаточно много отчетов которые мы с вами сейчас еще не смотрели кроме того что нам доступно в регламентированных отчетах у нас практически в каждом под блоки есть еще и дополнительные отчеты то есть здесь у нас с вами в регламентированном учете есть стандартные бухгалтерские отчеты и дополнительные отчеты и по прибыли и по упрощенке например если мы с вами берем какой-то другой раздел то в этих разделах у нас с вами есть и отчеты по продажам и в закупках у нас тоже есть отчеты по закупкам то есть каждый блок имеет свой встроенный как бы подраздел по отчетам и у нас финансовые результаты контроллинг тоже имеет отчеты по финансовому результату как вы видите у нас есть закрытие месяца которое имеет разные виды и собственно говоря вот у нас справки которые мы в этом разделе финансовый учет финансовые результаты контроллинг можем выводить и как вы видите и по задолженности и по работе с валютными средствами у нас с вами доступны всякие достаточно большой перечень отчетов и здесь ну интересен еще вот какой момент несмотря на то что большой выбор отчетов мы можем например может возникнуть необходимость отчеты какие-то конкретные отчеты чтобы были видны только определенным сотрудникам значит в этом случае мы можем это выполнить таким образом перейти по ссылке все отчеты в этом случае у нас будет представлен наше дерево отчетов вот таким образом и если мы переходим конкретно вот у нас отчеты по финансовому результату и я например выбираю какой-то вид отчетов ну вот выберем финансового результата я хочу чтобы этот отчет у меня видел только там определенный круг сотрудников значит в этом случае мы выбираем кнопочку изменить и у нас открывается карточка данного отчета и через закладочку пользователей вот на закладке пользователей кнопка подобрать я могу выбрать либо всех пользователей как вот у меня сейчас стоит либо я могу выбрать совершенно конкретных например вот это все пользователи меня не интересуют я убираю эту строку а хочу выбрать вот конкретно например что вот этому человеку я хочу предоставить доступ я переношу его сюда и в этом случае подобрать и закрыть у меня здесь отражается уже не весь список сотрудников не все сотрудники а конкретно список выбранных людей и соответственно у меня только выбранные люди будут видеть мой отчет ну то есть не мой отчет а отчет который я выбрала и на закладочке разделы я могу отметить то есть вот в данном случае я выбирала финансовые отчеты а могу допустим меня интересует казначейство и меня интересует конкретно например взаиморасчеты и списание задолженности то есть вот этот вот этот блок и вот этот подраздел будут видны этому конкретному специалисту которого я выбрала мы сейчас не будем это сохранять так и еще один момент который тоже достаточно часто вызывает сомнения это так справки подтверждающих документов мы уже тоже с вами смотрели значит это при работе с регламентными операциями очень часто возникает вот такое предупреждение то есть существуют невыполненные операции и допустим какие-то конкретные здесь ссылки отсутствуют я могу не понимать почему у меня не формируется вот вот такая картинка у меня не формируется моих хорошеньких зелененьких галочек значит в этом случае при регламентных операциях по закрытию месяца мы с вами естественно помним что у нас начисляются резервы для обесценения под обесценение запасов и резервы которые требуются для например резерв для отпусков резерв по сомнительным долгам и так далее но провести данный регламент операцию я не могу почему это может возникать через кнопочку еще недоступно вот задание к расчету и здесь мы видим открыть задание к закрытию месяца что это такое то есть при формировании закрытия месяца у меня могут не все задания допустим быть отработаны например 17 год у меня уже давно закрыт все задания выполнены но остались почему-то не отработаны вот такие задания значит в этом случае если я уверена что это ну какая-то была техническая ошибка что у меня месяц уже закрыт все все хорошо сформировалось то эти задания я могу отметить и удалить тогда у меня не останется удалить вот так тогда у меня не останется не закрытых заданий и провести закрытие месяца я смогу в обычном штатном режиме то есть у меня будет красиво сформирован не только резерв под обесценение запасов но у меня и штатно сработает операция по закрытию месяца обратите внимание еще при закрытии при формировании закрытия месяца у меня бывает вот такая ссылка что данные операции требуется выполнить вручную рекомендуется осуществить переход на новые режимы учета если я смотрю ссылку поподробнее то у меня есть вот такая подсказка переход на новые режимы что это имеется ввиду и чем это для меня грозит то есть необходимо ли мне это делать или это можно проигнорировать но в нашем случае поскольку мы смотрим не на последнем релизе можно проигнорировать то есть в этом случае у нас с вами регламентные операции по закрытию месяца могут формироваться в фоновом режиме то есть они не требуют монопольного режима как например в бухгалтерии и соответственно месяц у меня закроется корректно так еще кроме закрытия месяца у нас с вами в подразделе финансовый учет вот есть сами конкретные регламентные документы в этом случае мы при формировании как я уже говорила резервов у нас формируют резервы само регламентное задание и создается документ который отражает формирование данных резервов мы можем создать это либо вручную либо он создается автоматически при режиме срабатывания этого документа еще на что стоит обратить внимание у нас в разделе рекламентированный учет есть есть блок как бы 1С отчетность и блок 1С отчетность если мы переходим в общий журнал рекламентированных отчетов таким образом у нас с вами срабатывает вот он рекламный баннер по значит рекламный баннер по сервису 1С отчетность то есть не сам блок как мы с вами вот так сейчас смотрели в который входит 1С отчетность то есть входят отчеты которые мы сформировали и всякие дополнительные сервисы а именно сервис 1С отчетность который позволяет напрямую напрямую передавать информацию на сайты вот таких контролирующих органов вот видите таможня и приставы и социальный единый социальный фонд России для чего то есть это позволяет использовать прямые связи не через операторов ТКС например там СБИС Астрал и так далее и этот сервис про него почитать подробнее можно вот по ссылочке значит можем подключить по вот этой кнопке то есть это все не особо трудоемко и не требует специальных знаний но для чего это нужно то есть этот сервис в общем-то позволяет сэкономить время поскольку прямой контакт прямой контакт между сайтом и конфигурации и вроде бы все хорошо но если я работаю и уже привыкла работать через например СБИС отчетность зачем мне это надо тем более что здесь есть так сказать мелкий текст то есть этот сервис доступен за дополнительные денежки если у меня подписка это спров то мне только одно юрлицо будет бесплатно остальные за денежки а если у меня подписка ИТС Техно то у меня бесплатных не будет подключений вообще только за деньги значит зачем мне это нужно мне это нужно за тем что сейчас налоговый например налоговые инспекции создан очень интересный сервис личный кабинет по ЕНС Раньше в предыдущих релизах это было только для предпринимателей сейчас это и для юридических лиц и личный кабинет казалось бы на сайте налоговых органов у нас есть возможность личный кабинет через вот такую ссылку посмотреть и для юридических лиц и для плательщиков НДС но тем не менее это дополнительный личный кабинет именно для работы с сайтом ЕНС и если я захочу этот подключить личный кабинет то он у меня будет просить активировать доступ к сервису 1С отчетность который позволяет напрямую работать с личными кабинетами то есть вот сюда или сюда этот личный кабинет не входит но сразу ругнулась еще кроме этого хотелось обратить ваше внимание на как бы статистику почему то есть эти личные кабинеты все уже достаточно давно существуют мы все к ним привыкли и в общем-то с удовольствием пользуемся а статистика ну в общем ей всегда уделяется меньше внимания значит поскольку статистика стала последние два года то есть с 2022 года практически применять штрафные санкции за нездачу отчетности или за нарушение срока сдачи отчетности то эти штрафы достаточно существенные и на первый случай например правонарушения до 70 тысяч она повторная до 150 то есть как не попасться под такие штрафы поскольку статистика ну только в этом году в начало года разместила уже достаточно много отчетов которые которые ввели и которые попали в выборку то есть предприятие попадает в выборку для сдачи отчетов которые раньше не сдавала и если вы не проверили пропустили что вы попали под эту выборку то вас естественно статистика оштрафует и уже применит штрафные санкции не предыдущих периодов а текущие про которые я сказала то есть уже достаточно большие поэтому чтобы не попасть в такую ситуацию нужно перейти на сайт статистики и по своему ИНН проверить под какие ну вот к сожалению это у меня будет долго поскольку вот так значит поскольку у меня нет прямого выхода в интернет от демо-версии значит соответственно я проверяю свои отчеты которые я должна сдавать повторюсь статистика достаточно много отчетов прислала обязательных для заполнения в основном это касается сотрудников это касается фонда оплаты труда количество занятых то есть отчеты по по лицам так сказать по физическим лицам то лучше всего постраховаться проверить под какие вы попали выборки и соответственно своевременно сдать сосуществующую отчетность к сожалению наше время уже достаточно подошло к концу переходим с вами снова к нашим слайдикам я хочу еще раз вам напомнить наши контактные данные то есть и почта и телефоны и телеграм контакты и собственно говоря наши все контакты и сайт и пригласить вас к сотрудничеству потому что мы имеем большой опыт по работе с разными конфигурациями и с доработками и с настройкой и с продажей ну то есть собственно весь спектр услуг которые связаны с конфигурацией 1С и приглашаем вас к сотрудничеству просим вас может быть у вас будут какие-то вопросы которые возникли в связи с нашим вебинаром и в связи с какими-то отдельными темами которые например вам было бы интересно услышать мы будем очень рады оказаться вам полезным на ответы ответы на ваши вопросы мы сможем дать более подробно поскольку не будем ограничены по времени поэтому будем рады вам за обратную связь на этом разрешите попрощаться с вами компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное внимание за время которое вы потратили на ваши встречи приглашаю вас к дальнейшему сотрудничеству и всего доброго хорошего вам дня до конца до конца до конца до конца Продолжение следует...